МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это и новые программы поддержки селян. Новые программы поддержки малых хозяйств. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощь с девятью нулями, которая всеми цветами радуги легла на прилавке. Продуктами с именем засыпали Краснодар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отвлекают внимание и пытаются ослабить бдительность. Расскажем, как вести себя, когда накрывают волной паники и телефонного терроризма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти месяц после трагедии. Почему автобус сорвался с пирса, ответили в Роструде. Дает такую возможность быть приглашенными на самые важные концерты. Избранные из сотен престольную оглушат музыкальные гостиницы от южной сестры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путь к сердцу футболиста лежит через фрукты. Образцовый семьянин поделился личной тайной. Смело! Давай! Ну! В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Известный, но очень ветреный сочинский холостяк вновь отплыл на свидание. Вы смотрите Вечерние факты на телеканале Кубань-24. Здравствуйте! Расскажу о главных событиях этой среды. Главная аграрная новость дня. Сегодня в Краснодаре открылась крупнейшая на юге России выставка. Кубанская ярмарка. Свою продукцию в столице региона привезли сотни фермеров со всего края. Старт празднику дали губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗАГС собрания края Владимир Бикетов. В торговых павильонах только то, что вырастили и произвели сами кубанцы. Ярмарка уже давно стала выставкой народных достижений. С каждым годом растет количество и участников, и покупателей. Сегодня агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост. И сегодня бизнес с большим желанием идет в этот сектор. И чтобы эту динамику, конечно, сохранить, мы делаем беспрецедентные меры государственной поддержки агропромышленному комплексу. И в этом году эта сумма 7 миллиардов рублей. Это и новые программы поддержки селян. Новые программы поддержки малых хозяйств. Новые программы поддержки начинающих фермеров. Ну и, конечно, мы должны их не просто освоить. Мы должны сделать так, чтобы мы их по-хозяйски использовали. Чтобы вот эта господдержка вернулась рабочими местами, налогами, а самое главное, качественной и здоровой продукцией. 13 лет назад мы вместе с вами начинали развивать мелкое сельхозтовропроизводство на территории Краснодарского края. За эти годы сотни тысяч человек создали для себя рабочие места, обеспечивают достойную жизнь. Нужно дальше объединяться, усилия слагать для того, чтобы больше производить продукции, лучшего качества, чтобы не только рынки Краснодарского края и Российской Федерации видели нашу продукцию, но с ней нужно выходить и на международный уровень. Одной из самых востребованных в сферу аграриев может стать садоводство. Сегодня саженцы плодовых деревьев занимают уже больше половины торгового павильона. Здесь же на ярмарке губернаторы и председатели Союза садоводов России подписали соглашение о сотрудничестве. По мнению главы региона, такой шаг способствует развитию этого направления в регионе. Кубанская ярмарка уже шагнула за пределы края. На нее стремятся попасть производители из других регионов России. С выставки народных достижений материал Александра Иванченко. Здесь мед льется рекой, а запах колбас сводит с ума. В пяти павильонах все достижения народного хозяйства. Свои товары представляют более 1200 фермеров юга России. Кубанскую ярмарку нередко сравнивают с известной сельскохозяйственной выставкой в Берлине «Зеленая неделя». Но основное и главное отличие – это то, что участниками ярмарки в Краснодаре становятся только предприниматели малого бизнеса. Например, такие, как Артур Гадун. Мужчина уверяет, его инновационные клетки для кроликов – идеальное жилье для ушастых. Если убрать отсюда перегородочку, убрать отсюда родилочку, то эта клетка превратится в откормочную ячейку. Соответственно, она универсальна. Она используется как маточная, как откормочная. Она очень долговечная. Срок службы этой клетки – 25 лет. И, соответственно, это конкурент деревянному оборудованию, у которого служба всего лишь год. Фермерские и личные подсобные хозяйства лишь на первый взгляд кажутся мелкими. На самом деле за ними скрываются большие объемы производства. На Кубани они дают почти весь картофель, больше половины овощей и трети молока с мясом. Количество сырья теперь необходимо переводить в качественную продукцию, напоминает в разговоре с фермерами губернатор. Речь о создании перерабатывающих кооперативов. Мы сегодня максимально пытаемся заперсновать через господдержку, чтобы вы все-таки чувствовали себя устойчиво. Я сейчас, имея собственный убой, собственную переработку и, соответственно, всю документацию, я имею право поставлять свою продукцию куда угодно. Вы сегодня уже можете, допустим, колиководой объединиться, пусть на стадии производства или врача коликов, а на стадии переработки уже мясо. Вам проще между собой образовать союз или кооператив. И в рамках этого кооператива договориться, в том числе и о качественной переработке, и о качественной продукции. Не упустите это. Объединяйтесь. Вы пока чаще считаете каждой свою копейку, что стоят будет, а что не получу. Вот не это главное. Когда вы станете большими, вы заработаете большие деньги. Только в этом случае. В качестве посетителя кубанской ярмарки Вениамин Кондратьев прошелся по торговым павильонам. Задержался губернатор у лотка с мороженым. Аналог итальянского десерта «Джелатто» производит фермер из Ейского района. Делают лакомства только из сливок и свежего коровьего молока. Кстати, с его получением на Кубани не все гладко. Объемы производства, считает глава региона, необходимо увеличивать. Сегодня вопрос с молоком. У нас на Кубани по-разному обстоит. Если говорить честно, то в основном молока не хватает для того, чтобы мы могли говорить о качественном нашем кубанском продукте. Когда мы приходим к фермеру и говорим, что мы мол, завод, и мы у вас будем забирать 100% все молоко, которое вы будете делать, он сразу начинает уже задумываться и уже начинает свое поголовье увеличивать. Молокопереработчики – это уверенность в завтрашнем дне для тех, кто занимается молочным скотоводством. Это локомотив. Абсолютно верно. Вот они должны в вас верить. А вы должны поверить в них. Потому что для тех, кто сегодня заводит крупнорогатый скот, молочный, молочный скотовод составит приоритет. Он боится, что куда он это молоко денет. Вы знаете, вы вроде как день вокруг, а как в ночи все ходите и ищите друг друга. Нам просто надо помочь, чтобы нашли друг друга и молокопереработчики, и тот, кто хочет заниматься молочным скотоводством. Важно, конечно, не только получить продукцию, но и как можно быстрее продать ее. Для небольших хозяйств порой все упирается в сбыт. И здесь фермерам нужно помогать выходить в торговые сети, замечает губернатор. Вы с какими проблемами сталкиваетесь? Мы с вашей помощью их решили, в табрис вошли. Крупные сети, они требуют системной поставки. Вот вы сегодня должны максимально обеспечить эти магазины и федеральные сети, в том числе торговые, системной, качественной продукцией. Чтобы вот эта баночка с питаной каждый день стояла на опленой полке. Чтобы потребитель привык к тому, что ваша продукция в этом магазине все время есть. Каждый день с продавечера. Вот это уже ваша задача. То, что кубанские товары буднично и незаметно вытесняют с прилавков зарубежные продукты, говорят и сами люди, которые пришли скупиться на ярмарку. Представленный в павильонах ассортимент. Наглядный результат импортозамещения. Я ощущаю, что наше лучшее. Особенно овощи, фрукты. И желательно, чтобы этого турецкого у нас не было. Все валом. И мясное, и яблоки. Все валом. Конечно удалось. Достаточно местного всего. Так что импорт я вообще практически не покупаю. Кубанская ярмарка будет работать еще 4 дня. Больше всего людей ожидается на выходные. Однако на выставке можно не только закупиться продуктами, но и пройти обучение аграрному бизнесу. На мастер-классах можно узнать об альтернативном животноводстве или о том, как снизить затраты на производство собственной продукции. Александр Иванченко, Вероника Стороженко, Алексей Комаров, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Кубанская ярмарка – это не только самые свежие и качественные продукты. Это еще и яркая иллюстрация импортозамещения в действии. Краснодарский край – один из лидеров страны в этом направлении. Кстати, количество товаров зарубежного производства на российских прилавках ощутимо сократилось и достигло исторического минимума с 2005 года. Такие данные привел Росстат. 12 лет назад доля импортной продукции составляла 45%, сейчас – 33%. В первую очередь стали закупать за границей меньше продовольствия. Разница по сравнению с 2005-м составляет целых 15%. Особенно успешно идет импортозамещение овощей. К другим темам. Сегодня на улице Ставропольской в Краснодаре обнаружили мину – ржавый предмет, похожий на боевой снаряд. Первым заметил строитель. Он занимался земляными работами во дворе частного дома. Я увидел предмет продолговатый. Я в армии служил, все знаю, что это такое. Тем более здесь происходили действия, военные действия. Так что сразу сообщил своему, кто меня тут сопровождает. Он тут же сообщил на все службы. Приехали все службы городские, служба газа, не саперы, полиция. Прибывшие на место саперы оцепили территорию, осмотрели находку и подтвердили – это действительно 50-мм мина времен Великой Отечественной войны. К счастью, взорваться она уже не могла, но боеприпас все же тщательно упаковали, вывезли в безопасное место и там уничтожили. Теперь взрывотехники на время заменят строителей. Они тщательно проверят всю территорию стройки. Тема снарядов и взрывных устройств не уходит из новостных лент страны последней полторы недели. Атака телефонных террористов на российские города продолжилась и сегодня. Массовая эвакуация после анонимных сообщений о бомбах прошла в среду в Москве, Калуге, Владимире и Санкт-Петербурге. Целями преступников стали не только кинотеатры и торговые центры, но и административные здания, даже площади. В городе на Неве после звонка неизвестного правоохранители были вынуждены закрыть Дворцовую площадь. Накануне атаки подвергся Юг России, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону. Всего же количество эвакуированных за 10 дней по всей стране превысило 300 тысяч человек. Кто пытается накалить ситуацию в материале Павла Кузнецова? Торговые центры, гостиницы, многофункциональный центр. Сразу 12 краснодарских объектов накануне на несколько часов вынужденно закрыли свои двери. Сценарий такой же, как и по всей стране. Поступает звонок от неизвестного, который сообщает о заложенной в помещении бомбе. А дальше быстрая эвакуация персонала и посетителей. На такие сигналы молниеносно реагирует полиция, пожарные скорые и кинологи. В оцеплении оперативных служб оказались СБС, Мегамол, торговые центры, Карнавал, Галактика, Западный, Сити-центр, Оскар, Горизонт, бизнес-центр, Кавказ. В итоге нигде информация об угрозе не подтвердилась. Сотрудники охраны действовали правильно, организованно. Посетители были удалены и проведены все действия правоохранительными органами. Необходимо постоянно быть бдительным. Это не значит, что нам необходима какая-то тревога или паника. Нет. Нужно не расслабляться. Краснодар и Сочи не единственные города, по которым в последние недели прокатилась волна эвакуации. Первый удар принял на себя Омск 10 сентября. Затем эпидемия стала распространяться на Челябинскую область, Башкирию, Ставрополье и Дальний Восток. Счет пострадавших городов всего уже перевалил за полсотни. Сегодня некоторые СМИ опубликовали подробности тревожного звонка в краевую столицу. Якобы телефонный террорист действовал не с территории России, использовал искаженный голос и имитировал кавказский акцент. Я думаю, что это целенаправленная акция, направленная просто против нанесения экономического ущерба России. Это отвлечение тех же спецслужб, которые должны работать над нормальными какими-то явлениями, отвлечение их на негодный объект. То есть ничего же не произошло. Но оторванные люди, они занимаются убийствами и чем-то грабежами, а занимаются тем, что ходят по тому же развлекательному центру. Никто точно еще не подсчитал, какой именно ущерб нанесли анонимные звонки бюджету страны. Известно, что счет идет на десятки миллионов рублей. Здесь нужно учитывать и выезд оперативной службы, и убытки, которые несут торговые точки, когда закрываются вне плана. Всего за неделю по всей стране было эвакуировано больше 300 тысяч человек из зданий аэропортов, вокзалов, кинотеатров. А сегодня телефоны террориста прервали работу префектур Москвы. Во Владимире тревожный сигнал застал на заседании депутатов областного законодательного собрания. Полтора недели СМИ тиражировали версию о том, что волна телефонного терроризма – ничто иное, как учение. Но сегодня глава МЧС России Владимир Пучков не просто опроверг эти догадки, а назвал ситуацию с серьезной проблемой. МЧС России такие учения не планировала и не проводила. В соответствии с действующими нормативными документами МЧС России осуществляет полное реагирование с привлечением пожарно-спасательных и других специализированных подразделений. Силовики никак не комментируют ситуацию, но по неофициальной информации телефонные преступники звонят с помощью интернета. Часть IP-адресов установлены и находятся они за пределами России. Масло в огонь подливают и так называемые подражатели, то есть люди, которые пытаются самоутвердиться. В Подмосковье, к примеру, задержали 17-летнего подозреваемого в телефонном минировании Дворца спорта. Есть и будут такие люди, которые индуцируются, то есть у них появляется старное чувство. Люди, которые подвержены влиянию, внушаемы, они впечатлительны. И вот я сказал, при наличии всяких дел, умственной осталости, склонной к педагогической запущенности, может быть, злоупотребляющие психоактивные вещества, низким и невысоким интеллектом. Между тем, такие шутки с правоохранительными органами не проходят бесследно. В Уголовном кодексе за заведомо ложные сообщения о терроризме существует статья 207-я. Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. К тому же придется возместить ущерб. ФСБ уже возбудило несколько уголовных дел. Павел Кузнецов, Игорь Звинаревский, Кубань, 24, Краснодар. Краснодар готовится отметить свой 224-й день рождения. Чтобы праздник на улице города в эти выходные получился не только массовым, но и безопасным, перекрою часть дорог в историческом центре. Первые ограничения для автомобилистов ведут уже завтра. В 9 утра станет пешеходным отрезок улицы Пушкина от Рашпилевской до Красной. Позже запрет начнет действовать и на других центральных улицах города вокруг театральной площади. Подробный график со всеми изменениями можно найти на сайте мэрии. Кроме того, перекрытые улицы будут освобождать от припаркованных машин и организуют несколько временных стоянок в центре города. В том числе для маломобильных жителей на Красноармейской от Буденова до Кузнечной движения на перекрытых участках будут возобновлять постепенно. К привычной схеме автомобилисты вернутся в понедельник. Итоги расследования трагедии с автобусом в Темрюкском районе обнародовал сегодня Роструд. Ведомстве пришли к выводу, что машина с рабочими сорвалась в море из-за неисправных тормозов. В этой жуткой аварии погибли 19 человек. В ходе расследования установлено, что среди причин трагедии нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, допуск индивидуальным предпринимателям к управлению автобусом лица, не прошедшего инструктаж, стажировку, обучение по охране труда и проверку знаний охраны труда, а также не прошедшего предварительный медосмотр и предрейсовый осмотр. Результаты своего расследования Роструд передал в прокуратуру, а также в соцстрах для начисления выплат семьям погибших. Напомню, трагедия случилась 25 августа в районе поселка Волна Темрюкского района. Переполненный вахтовый автобус не смог остановиться, выехал на пирс и рухнул в Черное море. Удалось спасти 33 человека, 18 погибли на месте. Позже еще один рабочий с тяжелыми травмами скончался в больнице. Российскому казачьему войску быть его планируют создать в ближайшее время. Как правильно объединить все действующие в стране реестровые общества, сегодня обсудили в Сочи. Там прошло заседание Межведомственной комиссии. Участие в нем приняли атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда, представители федеральных и региональных ведомств, а также атаманы реестровых войск страны. Говорили о стратегии развития на ближайшие три года. Одним из главных вопросов повестки дня стала подготовка ко всероссийскому форуму войсковых казачьих обществ. Он пройдет в Краснодаре в начале октября. От каждого реестра казачьего общества будет делегация в составе 10 человек. Притом мы берем разные уровни. Атаман войска, атаманы отделов, атаманы районных казачьих обществ и атаманы первичных казачьих обществ. Кроме того, войсковое священие, которое окормляет это казачье войско. Собрались здесь на Кубани, потому что это самое успешное казачье войско. Потому что, я думаю, что все жители Кубани видят и чувствуют присутствие казачества на своей территории. Предстоящий форум смело можно назвать знаковым событием. Казачьи совещания такого масштаба проведут впервые в новейшей истории. На нем обсудят, как правильно организовать патриотическое воспитание подрастающего поколения, систему обучения и государственную службу представителей казачества. Переходим к обзору новостей страны и мира. Крупнейшее землетрясение произошло на юго-востоке Мексики. Магнитуда толчков достигла 7 баллов. Сейчас столица государства Мехико, а также город Пуэбло-де-Сарагоса практически полностью в руинах. Все подробности этой трагедии знает моя коллега Ксения Ермолаева. Здравствуй, Ксюша. Что известно о жертвах стихии? Здравствуй, Вероник. Сейчас в официальных списках погибших по меньшей мере 250 человек. Но цифры постоянно меняются. Под завалами остаются еще сотни местных жителей. В результате землетрясения обрушились стены и крыши одной из школ Мехико. Там были десятки детей. Некоторых удалось спасти. 30 стали жертвами стихийного бедствия. Сейчас в Мексике объявлено чрезвычайное положение. Подробнее об этом и других событиях в стране и мире расскажу через секунду. Ночь с 19 на 20 сентября уже второй раз за последние десятилетия становится роковой для Мексики. Ровно 32 года назад разрушительное землетрясение унесло несколько тысяч жизней. Сейчас счет идет на сотни. Два мощнейших толчка сотрясли страну с перерывом всего в несколько часов. Здания складывались как карточные домики, а люди не успевали выбежать из ставших опасными домов. Кроме того, землетрясение разбудило вулкан Папакатыпето. Извержение началось всего в 60 километрах от Мехико. Сейсмологи объявили красный уровень опасности. Сейчас в Мексике продолжаются поисково-спасательные работы. Вместе со специалистами завалы разбирают местные жители и туристы. Магазины бесплатно раздают продукты и питьевую воду. По всей стране открыты пункты сбора помощи пострадавшим. Весь день в разрушенных городах не было света и связи. Сейчас снабжение удалось частично восстановить. Свою готовность оказать помощь Мексике уже высказали Россия, Великобритания, Турция и другие. По данным Ростуризма, на территории пострадавшей страны находятся около ста россиян. Все они далеко от эпицентра землетрясения. Их жизням ничего не угрожает. Однако сейсмологи говорят, что подземные толчки могут повториться. И еще об одном стихийном бедствии. Только уже на Востоке. В Китае из-за сильных ливней затопило целых четыре провинции. Дожди там идут уже несколько дней подряд. Стихия разрушила около 200 жилых домов. Тысячи зданий серьезно повреждены. Затопленные сельхозугодия в некоторых районах полностью погиб урожай. Местные власти сообщают о гибели одного человека. Полторы тысячи жителей пришлось эвакуировать. Сейчас спасатели пытаются вывезти в безопасное место остальных. По самым скромным подсчетам, ущерб от удара стихии составил 26 миллионов долларов. А теперь о ЧП на Урале. В Оренбургской области около 20 детей пострадали в результате аварии на нефтяной скважине. Они отравились парами сероводорода. По данным Следственного комитета, утечка случилась по неосторожности во время проведения ремонтных работ на предприятии, которое находится неподалеку от школы. Из-за разгерметизации произошел выброс опасного газа. Спустя несколько минут подростки прямо во время урока почувствовали недомогание и головокружение. Их доставили в больницу. На месте ЧП работают спасатели, а также стационарные и передвижные экологические посты. Аварию на скважине уже устранили. Специалисты пытаются предотвратить дальнейшее распространение сероводорода. Россия намерена наладить отношения с Америкой. Об этом заявил Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тилерсоном. Беседа представителей двух стран состоялась в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН. Нынешние переговоры – это уже седьмая встреча дипломатов с начала года. Мы обсуждали наши двусторонние отношения. Ясно, что нам нужно эти отношения исправлять. Не мы начали эту спираль не очень позитивных взаимных действий. И мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двусторонних связей. Также в ходе переговоров глава российского МИДа напомнил Тилерсону, что США – незваный гость в Сирии. Он добавил, присутствие американских военных можно использовать для борьбы с международным терроризмом, но только вместе с комплексом мер, который осуществляет сирийская армия при поддержке ВКС России. В завершении расскажу об истории чудесного спасения, которая набирает популярность в интернете. Житель Сиднея Лоуренс Кирк ехал в автомобиле и увидел, как две вороны пытаются заклевать маленького опоссума. Мужчина не мог остаться в стороне. Сначала сигналил летающим хулиганкам, потом и вовсе прогнал их. Ксюша, а что же случилось с этим опоссумом? Зверек быстро пришел в себя. Сразу после освобождения из лап и клювов радостно залез своему спасителю на плечо и, похоже, теперь у животного появился дом. Спасибо, Ксюша. Краснодарские коммунальщики устраивают парады машин, снегоуборочную технику в 30-ти градусную жару проверили в краевой столице. В один ряд выстроились экскаваторы, погрузчики, самосвалы, грейдеры. Все, кто спасает дороги города от снежных завалов и гололедица. Парк спецтехники ежегодно пополняется, поэтому к любым сюрпризам зимы готовы, уверяют коммунальщики. Видно о том, что компании заинтересованы в модернизации своей системы и в обязательном порядке, конечно, стараются какие-то новинки в своей работе использовать. Мы рады, что все компании готовы. Не просто к каким-то непредвиденным обстоятельствам, но и к сенезимнему периоду. К холодам на улицах города установят специальные контейнеры с песком, посыпать обледеневшие дороги и тротуары. На параде также представили технику, которая ежедневно работает на улицах Краснодара. Мусороуборочные машины, дворники на колесах и другой спецтранспорт делают город чище вне зависимости от погоды. Вместо торта, суши, плов и пудинг. Именно эти блюда сегодня вполне могут считаться праздничными. День риса отмечают по всему миру. Дата, посвященная одному из самых популярных злаков Земли, появилась по инициативе ООН 67 лет назад, как напоминание о том, что белое золото спасает миллионы людей на планете от голодной смерти. Рис неприхотливое, питательное и недорогое зерно. На Кубани уборка жемчужного злака уже идет полным ходом. Вместе с аграриями на рисовых чеках побывала и моя коллега Ксения Попова. Она сейчас со мной в студии. Ксения, здравствуй. Добрый вечер, Вероника. Расскажи, как проходит уборка и уже определились ли районы лидеры? Аграрии уже внесли почти 200 тысяч тонн в зернохранилище. Это около трети от всего объема засеянных полей. К слову, сейчас комбайнеры работают на пределе в своих возможностях. А лидеров уборочные пока все-таки не называют? Действительно, Вероника пока не называют, потому что боятся сглазить. Поэтому у восьми рисосеющих районов Краснодарского края есть все возможности выбиться вперед. К слову, в прошлом году в аграрную копилку больше всего риса внесли Славинский, Калининский и Красноармейские районы. В этом году у аграриев планы не менее грандиозные. Они намерены собрать больше миллиона тонн кубанского риса. А я вот слышала, что кубанский рис – это один из самых популярных в России. А почему? Потому что самый вкусный? Конечно, но не это самое главное. Краснодарский край – это лидер по выращиванию риса. К слову, более 80% риса на столах россиян – это именно из нашего региона. Кроме того, жемчужное зерно экспортируют в Европу, страны Ближнего Востока и Среднюю Азию. О том, кто помогает аграриям ставить новые рекорды и зачем рис укладывают в замысловатую прическу, расскажу прямо сейчас. Вот показания дают у нас ротора потери и зерна практически нет в зеленой зоне. Механизатор Владимир Матвеев «Жемчужный злак» собирает 15-й год подряд. О своем железном помощнике рассказывает с гордостью. В кабине нового комбайна даже в самый жаркий день комфортно. От зноя спасает кондиционер, а весь процесс уборки контролирует электроника. Работал на Кубане, у нас сельская машина такая рисовборочная. Сейчас вот работаю натурами 750. Конечно, условия уже более лучше стали тут для механизатора. И, естественно, машина уже более мощная стала по проходимости, по производительности. На рисовых чеках семена кубанской селекции аграрии предпочитают не изменять традициям. В основном выращивают популярные сорта – круглозеры. Например, хазар и рапан. Хотя есть и экспериментальные виды. Помимо данных сортов имеются длиннозерные сорта, выращиваются на территории района. В зависимости от сорта и метелка тоже у нас разная. Пока на одном поле еще возвышаются метелки, на другом уже вовсю рассекают железные помощники. Рисовые чеки края бороздят более 700 комбайнов. По технологии урожай собирают в два этапа. Жадки выходят на поле одними из первых. Машины, как тщательные парикмахеры, срезают стебли злака для того, чтобы уложить их в прическу. Как называют ее сами агрономы – волки. После этого они останутся на поле еще несколько дней для того, чтобы рис просох. И потом за дело возьмется уже другая техника. Срезанные стебли подбирают комбайны. Затем умные машины отделяют зерна от рисовой лузги. Бункер каждый наполняется примерно за полчаса. Обмолоченный урожай отправляют на переработку. Первые пробы берут прямо из кузова грузовика. Определяется чистота зерна риса, поступаемого с поля. На влажность определяют для того, чтобы определить, какие дальше действия производить с сырцом. Если он сырой, значит его надо будет досушивать. Если он сухой и нормальной влажности, значит его надо будет очистить. Качественное по химическим показателям зерно уже на заводе проходит по трубам. В них белое золото очищается от посторонних примесей, песчинок и мелких камней. Затем зерно шлифуют до привычного белоснежного оттенка. Специалисты говорят, в этом году, как и в прошлом, урожай отличного качества. Конечно, пошли на то, чтобы сегодня получить качественную крупу, для того, чтобы она была конкурентоспособна на рынке, конкурентоспособна была уже и на внешних рынках. Поэтому сегодня все есть силы и средства для того, чтобы провести уборку качественно. И самое главное, в оптимальные сроки. Кубанским аграриям предстоит убрать рис на площади в 120 тысяч гектаров. Если погода будет благосклонна, завершить жатву жемчурного злака удастся точно в срок, в октябре. Но для этого, конечно, придется потрудиться. Поэтому следующие несколько недель механизатор Владимир Матвеев будет бороздить поля с самого утра и до позднего вечера, чтобы внести свою лепту в общий рекорд. Ксения Попова, Михаил Бойправ, Кубань, 24, Славянский район. Ксюш, я как-то покупала рис необычного такого черного цвета. Его тоже выращивают у нас на Кубани? Да, действительно, есть и такой в северском районе. Там есть небольшое опытное хозяйство. Но вообще злак бывает не только черного и красного цвета. Цветовая палитра огромная. Бывает красный, бурый и даже фиолетовый. К слову, рис не только едят, но используют в качестве сырья для электростанций. Заслужили звание и теперь покорят столицу. Двое краснодарцев стали солистами детского хора России. Они победили во всероссийском конкурсе в рамках вокальной смены в крымском Артеке. Всего краевую столицу представляли 37 воспитанников межшкольного эстетического центра. О буднях в лагере дети рассказали родителям и педагогам по видеосвязи. Юные хористы поделились, что Артек превратился в настоящую школу творчества, куда приехали обучаться около 500 школьников со всей России. Ежедневно дети занимались пением с профессорами ведущих российских академий музыки, ходили на экскурсии по знаковым местам Крыма. Статус солиста детского хора дает такую возможность быть приглашенными на самые важные концерты страны в качестве солиста детского хора России. И двое наших детей получили такое право и получили особые дипломы победителей конкурса солистов детского хора России. Победители смогут выступать в сводном коллективе на концертах в Кремлевском дворце, Большом и Мариинском театрах. Добавлю, что детский хор России был основан в 2014 году. В нем поют одаренные дети со всех уголков страны. Холостяк Борис ищет спутницу жизни. Морской котик из сочинского дельфинария вновь вышел на тропу любви. Ради избранницы готов на все танцевать под зажигательную музыку. Конечно, красиво ухаживать. Пассию выбирают в первом ряду зрительного зала, затем берет в зубы розу и делает предложение. Вот только характер у Бориса уж слишком непостоянный. И нравятся ему многие. Пока ни одна встреча, ничем серьезным не закончилась. Но своих попыток ластоногий не прекращает. Смело! Давай! Кофем будет, ответ избранницы покажет время. Но, судя по видео, Борису досталось от зрительницы одобрительное поглаживание по спине.